Детская страна Детская страна Со всех концов света Съезжали в столицу императора путешественников Все они любовались великолепным дворцом И прекрасным садом Но, услышав пение сыновья, говорили Да, вот это лучше всего Вот это лучше всего Спасибо большое за спектакль Откройте секрет Сколько времени вам ушло на постановку Этого замечательного спектакля? Этот спектакль мы репетировали Три месяца И все это время мы репетировали танцы Каждый день По многу раз Та девушка, которая играла соловья Вы оперная певица? Изначально, да Оперная У меня оперная школа ПЕСНЯ 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 Мне очень понравился настоящий соловей. Он очень красиво пел. Мне понравилось, как там вееры раскрывались и выпадали всякие пятнышки. У меня еще есть вопрос. Кто вам придумывал такой интересный грим? Наш художник по гриму Татьяна. Вот он. Это была задача режиссера в концепции спектакля, чтобы это все-таки была китайская шкатулка. На основании этого разрабатывался грим, чтобы он был сказочным. У меня вопрос к императору. Вот вы в жизни такой же серьезный и суровый? Нет, я очень веселый в жизни, добрый и люблю детей. Я прочел в обнаруженной книге, что у нас есть удивительная птица по имени Соловей. Соловей! Ее считают первой достопримечательностью моего государства. Первый! Почему же я не раз не докладывал я по этой птице? Да, почему? Я никогда не слыхал о ней. Она никогда не была представлена ко двору. Весь свет знает, что у меня есть такая редкостная птица. И только я один не знаю этого. Я хочу, чтобы сегодня же вечером она была здесь и пела передо мной. Мне показалось, или в вашем спектакле были элементы тектоника? Танцы мы ставили очень долго и продолжительно. Да, наверное, там есть и такие элементы. Это вполне возможно. Да. Сережа увлекается тектониками. Все? На самом деле Сережа увлекается тектоником. Он сейчас немного скромничал. Именно он был инициатором того, чтобы этот элемент танца внесли в хореографию, в спектакль. Сережа увлекается тектоником. Сережа увлекается тектоником. Сережа увлекается тектоником. У вас такой молодой состав актеров? Это у вас все в театре такие молодые? Или было специально подобрано для спектакля? У нас в театре несколько коллективов. В том числе и наш молодой. Мы так и называемся «Молодой театр». Основная часть артистов в этом спектакле – мы из одной труппы. Маленькие, которые ютятся в одном большом театре. Поэтому да, мы были подобраны все молодые и красивые. Признайтесь, а вы во время репетиции часто ударялись этими палками? Да, с палками было очень много различных казусов. Они постоянно падают, отваливаются, постоянно где-то валяются. Ну, по-разному. Иногда они сами разваливаются, эти палки. Мы иногда их подклеиваем, допустим. Иногда разматываются от них вот эти ленточки красивые. Мы их приклеиваем обратно, обжигаем, чтобы они не распускались на них нитки. Вот так. То есть очень много различных казусов у нас происходило с этими палками. Но в то же время еще и с веерами. Веера у нас сделаны из самых обычных линеек. И они тоже у нас часто ломаются. Вдруг, где-то неподалеку, они услышали мычание коровы. А, наверное, это и есть саларей. Какой-то у него сильный гол, сильный. Это мычит корову. И еще далеко до того дерева, на котором живет саларей. И вдруг на молоте, они услышали, кваканье льва. Чудесно! Наконец-то я слышу вы саларей. Ква! Точь-в-точь серебряные колокольчики. Ква! В нашей муле леса. Нет, это лягушки. Но я думаю, скоро мы услышим и самого саларей. Давайте скажем спасибо им за спектакль. Он очень похож на бася. Действительно, нельзя ничего делать по приказу и с подпалки. Привет, ребята! Меня зовут Ваня Кругликов. И я приглашаю вас на спектакль Государственного театра кукол Республики Мордовия. Сто тысяч почему. Это спектакль-игра о любопытном слоненке, который любил задавать вопросы. Но особенно ему хотелось знать, что ест на обед крокодил. Дядюшка Жираф, скажите, вы самый высокий в Африке? Да, я... Я самый умный. Да? Да. И даже если я не прав, я прав. Ведь я Жираф. Понял. Да, понял. А тогда скажите, пожалуйста, почему у всех зверей спина наверху, а живот внизу? Что-что? А почему куст терновника такой колючий? И почему зебра полосатая, а у вас на шкуре пятна? Мы, как и ваш слоненок, тоже очень любим задавать вопросы. Вопрос первый. Почему вы захотели привезти на фестиваль именно этот спектакль? Скорее всего, этот спектакль прежде всего адресован для такого зрителя, как вы. Чтобы вы в своей жизни всегда задавали вопросы, на них получали свои ответы, но действовали, соображали согласно вашим желаниям, а не только тому, что у вас просят. Тогда вы в эту жизнь будете всегда вносить что-то новое, интересное, необычное. Вопрос второй. Мне понравилась обезьяна. А почему она рэпер? Рэпер? Ну, наверное, ей нравится такая музыка. У всех же разные вкусы. У обезьянки такой вкус. Чего стоим? Чего жмем? Банан давай! Банан? Это банан? Это банан. А я тоже люблю бананы. О, и все любят? А я очень сильно люблю бананы. Да-да-да, только молчи. Хотите? Да-да-да. Продолжайте хотеть. О, дядя Павиан, а скажите, почему все дыни такие сладкие, а вы такой волосатый? Ты проснулся нынче рано, получай от Павиан. Зашли от меня до педника, ты дождешься бумага. Вопрос третий. А почему вы выбрали профессию актера в кукольном театре? Чтобы дарить радость вам. Чтобы вы на наших спектаклях учились хорошему, доброму и светлому. Чтобы в жизни было все хорошо, как и на сцене, как и в наших сказках. Вот для этого. Потому что я люблю детей. У меня есть дочка. Я люблю играть с персонажей, мне нравится озвучивать персонажей. Они все очень разные. Вы сами видите, что каждый герой имеет свой характер. Правда? Ну вот. Поэтому я в театре. Это та самая профессия, когда не ты ее выбираешь, а она выбирает тебя. Когда ты приходишь в театр, когда впервые берешь в руки куклу, выходишь на сцену, ты понимаешь, что в дальнейшем ты уже не можешь без этого обойтись. И это очень важно. Потому что театр дарит актерам, но, наверное, и зрителю тоже, дарит очень много возможностей прожить не одну жизнь, а множество разных интересных жизней на сцене. Вот маска мне не нужна! Я только с ней разыскиваю вас! Ну скажите мне скорее, пожалуйста, что вы кушаете на обед? Меня не бойся. Ближе подойди. Шепнет на ушко эту тайну крокодину. Как можно обижать ребенка? Да-да-да-да-да-да! А тем более убить я не могу. Я с вами полностью согласен. А да, да-да-да-да-да-да вы чего делаете-то? Мы подержим Вольта! Мы не бойся! Если ты, мой юный друг, не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя сил, то этот кожаный мешок утащит тебя над нолем по поту. Да, Вольта, оставьте ее больше не могу! О, неопытный и легкомысленный слоненок! Поднадужься, насколько это возможно, иначе этот бронированный жилет загубит твое будущее. У вас здесь так много людей. Много кукол. Даже есть обезьяна, питон, не говоря уже о страусе и крокодиле. А какая ваша самая любимая кукла? Ну, как можно какую-то куклу любить больше, а какую-то меньше? Все роли, которые исполняет актер, они становятся частичкой его души. Поэтому нельзя выделять, что вот это лучше, это хуже. Ни в коем случае. Почему все герои и персонажи начинали колотить слоненка, бить его, обижать? Вот вы знаете, в каждом обществе все равно кого-то не любят. Есть такой, например, или человек, или даже вот, пожалуйста, животный слоненок. Он отличается от других. А чем он отличается? Потому что он любопытный. Он задает вопросы. И поэтому он не нравится. Правильно? Общество его не любит. Как вы думаете, какой издатель лучше, ваш мартовский или наш самарский? Дети на всей земле, они одинаково реагируют на происходящее. Всем детям любопытно, интересно и радостно. Даже детям, которые не понимают русский язык, они понимают движение, динамику. То есть даже вот если мы отключим звук, вы по движению кукол ведь все поймете. Правильно? То есть театр кукол, это, наверное, и любой театр, если актеры точно выполняют свою задачу, знают, что они хотят в этом спектакле донести до зрителя, тогда и зритель понимает и реагирует. Скажу однозначно, как и вы, как и наш зритель, воспринимают так же одинаково, радостно, весело, энергично спектакль. Клянусь своей шеей, я еще не встречал такой наглости. А что у тебя с носом? Бедняжка! Какой урод! Так ты просто безобразный нос, безобразный! А вот это мы сейчас проверим! И получаем! Не надо, я сама! Этот нос у меня новый! Что-то, 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 новый нос? А, куда? Где ты его взял? А, где? И дал мне его! Кто? 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 Кто дал? Крокодил! А, где? Где этот крокодил? А, я боюсь! Я спросил у него, что он ест на обед, и он мне подарил вот этот замечательный нос! Мне очень понравился спектакль, особенно слоненок. Спасибо вам за спектакль! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»